Всем большой привет! Меня зовут Саша, мой нинь Гапи, и в этом видеоролике я покажу вам, как я создаю Бенедикта Кимбербича в пяти разных стилях. Это вот как некий такой художественный челлендж, то есть создаешь картинку в пяти разных стилевых рисовках. Вообще, помимо всего прочего, параллельно я сейчас участвую в 365 дней рисования. Это такой, опять же, челлендж для художников, когда ты каждый день рисуешь что-либо, тренируя тем самым свою рисовку, руки, глаза, навыки, что там у нас еще есть. Типа есть такой, повышаешь свой скилл, становишься мега-крутым художником, и потом... Ну, мечтать не время, да. И очень классная вещь, естественно, для того, чтобы как-то вырасти в плане создавания чего-либо. Это интересно, да. Прокачивать уровень навыка. Да. Помимо всего прочего, я решила немножко добавить интересностей в данный челлендж. Помимо каждодневного рисования, как такое есть, я провожу тематические недели рисования. То есть, помимо своих обычных рисунков каждодневных, я создаю 7 разных... 7. 7. 7. Зашибись. Так, я умею считать на пальцах. Не подумайте, я умею. Вот. 7 разных... 7. 7 разных иллюстраций на определенную тематику. В конце каждой недели, в воскресенье, в понедельник, в своей группе ВКонтакте, ссылка в описании, если вы хотите поучаствовать. Я создаю опрос, на какую тематику хотелось бы увидеть тот или иной рисовку, рисование, да. Вот. Например, первая неделя у меня была фан-арта по Detroit Become Human. Вы можете посмотреть видео процесса создания на данном канале. И я рисую Маркуса и Конора двумя руками одновременно. И, соответственно, вы участвуете в данных опросах, такой некий интерактивчик. И потом уже в течение 7 дней я выкладываю рисунки, иллюстрации. Надеюсь, вам понравится это видео и приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем огромное спасибо, кто посмотрел данный видеоролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. И если понравился, ставь палец вверх. А чтобы не пропустить новые видеоролики, подписывайся на канал. И чтобы их точно не пропустить, ставь колокольчик. До новых встреч и пока-пока!